Ну и еще раз подчеркну, как выше ответил наш президент, мы единая нация. Сегодня это ощущалось в каждом областном центре и небольшом поселке. Где-то вручали весомые и такие нужные подарки, открывали новые музейные экспозиции, а где-то просто сели на велосипеды и продемонстрировали всем в единстве сила. Самые яркие моменты праздника собрал Андрей Ястребов. На старт, внимание, поехали. Гомельчане задали спортивный темп празднику одновременно 20 тысяч человек. Во всех районах региона и областном центре велопробег в единстве сила объединил самых спортивных. В одной колонии трудовые коллективы, общественное объединение, молодежь, семейные экипажи. Самые массовые и длинные 8 километров пути маршруту гомельчан. Показать единство народа и силу народа, что мы, скажем так, во что мы верим, к чему мы стремимся и чем мы гордимся. Замечательная погода, подвигаться, все здорово, поддержать страну. Как-то в едином патриотическом порыве наше большое ура. А эти начинающие спортсмены теперь точно смогут составить достойную конкуренцию. К празднику будущие чемпионы из училища Олимпийского резерва получили в подарок обновленную лыжероллерную трассу. Протяженность 3 километра 200 метров. Полуоткрытое биатлонное стрельбище на 24 установки оборудовано искусственное освещение. Стрельбище появилось хорошее, ну и в принципе трасса изменилась, будет больше возможностей. А еще подарки получили сегодня сразу 10 районов Витебской области. Новые автомагазины теперь отправятся в самые отдаленные деревни региона. Современные авто оснащены всем необходимым для комфортной торговли, есть холодильное оборудование. Работа нравится, машина, конечно, такая очень хорошая. На такой машине, конечно, приятно работать. Страна развивается, мы идем вперед и идем вперед вместе. Вот это первый шажок для поддержки Белковского союза именно в нашей Витебской области. Первый шажок в рамках указа главы государства. Вот эти вот автомобили, они позволят только вот эти обеспечить 360 деревень. Повысить качество и обеспечить доступность медицины – еще один государственный приоритет. Важным этапом для развития здравоохранения Гронинского региона стал капитальный ремонт и модернизация хирургического корпуса университетской клиники. Обновленная хирургия, диагностика, поликлиника и скорая медицинская помощь. Шкловская центральная районная больница после масштабной реконструкции сегодня приняла первых пациентов. На обслуживании 25 тысяч человек раньше, чтобы пройти обследование или получить консультацию на уровне области, пациентам приходилось ехать в Могилев. Теперь высокоточная диагностика, лечение – все на месте. Шкловская ЦРБ готова принять 340 человек в день. Аппарат КТ, который сейчас уже завязан на соседние 4 района, мы обследуем людей, и планово, и экстренно, то есть даже в ночное время. Появилась лапароскопическая стойка, обновилась реанимация по всем позициям – фибрилляторы, консоли. В настоящее время наша районная больница по многим позициям не вступает в многим областным отделениям. Для каждого человека здоровье – это всегда на первом месте. И для нас, для жителей, это, конечно, значимое событие. Свои достижения не только в медицинской сфере. Сегодня представила Брестская область. Основной площадкой праздника стал Кобрин. А еще открытие значимых социальных объектов – тысячелетия Бреста. На рабочие поездки о командировках главы государства в регион напомнила выставка «Первый в первом регионе». Посвящена она 30-летию Института президентства. День народного единства – это один из самых важных государственных праздников. Это символ сплоченности белорусского народа. Наша задача с вами сегодня – обязательно сохранять память, трудиться и делать все для того, чтобы в нашей родной Беларуси всегда был мир, чтобы люди, которые живут здесь у нас, они были счастливыми. А единство, чтобы всегда было нерушимым. Мы очень любим наш город, нашу страну. Этот праздник позволяет подчеркнуть нам, насколько мы едины. Мы благодарны за все, что государство для нас сделало. Страна с размахом отметила самый молодой государственный праздник. Праздник, который не просто объединяет белорусов. Праздник, который уже стал символом независимости и государственности. Андрей Ястребов, Марина Романовская, Наталья Игнатенко и Анна Буйкевич. Первый информационный.